Вечером в одном из спальных районов гарнизона было шумно и многолюдно. Местные жители общими усилиями пытались решить вопрос, нужен ли в подвале многоэтажки магазин. Однако для этого использовали интригиальные методы ведения переговоров, крики и оскорбления. Этот магазин для многих стал родным, работает гастроном уже 8 лет. К широкому ассортименту и приемлемым ценам в нем местные жители уже успели привыкнуть. Отказываться от удобств не хотят. Юрий Мясяков в гарнизоне прошел службу от лейтенанта до полковника. Сейчас он инвалид второй группы. Передвигаться приходится с помощью костылей или специального электроскутера. Выбор останавливает именно на этом магазине за удобство его расположения. Мало того, что добираться, у него товары дешевле, намного. А у этого предпринимателя, который на сегодняшний день обеспечивает, у нас два магазина. Один магазин Скворцовый и вот этот подкорытовый магазин. Вот эти магазины у нас дешевые. Большинство местных, которые живут сейчас в гарнизоне, пенсионеры. Цены в магазине приближены к социальным. Купить-то можно все, что и в обычных супермаркетах. Хлебобулочные изделия, местные изделия, все колбасы, крупы, консервы. Ну все, что в больших магазинах, то и здесь. Но здесь и цена меньше. Вопрос о закрытии возник уже как месяц. К 1 июня срок аренды помещения под магазин истек. Решать судьбу гастронома пришли местные жители. Больше всего их удивляет, что мнение оставлять ли магазин, спросили не у всех. До этого Галина с соседями оставляли подписи в пользу предпринимателя. Сегодня женщина пришла еще раз, чтобы отстоять судьбу гастронома. Сами инициативу проявляли и в наш весь дом. За то, чтобы магазин здесь остався. Но почему? Не всех жителей собрали, а одного дома и решили. И постановили, и решили. Как это? Разве это правильно делается? Однако есть и недовольные таким соседством местные жители. Среди основных нареканий шум от холодильников, трещины в здании скопления машин. Другая половина жителей, которые болеют за судьбу любимого гастронома, считают, что этими проблемами должна заниматься администрация сельского поселения, так как именно она является владельцем, предприниматель лишь арендует помещение. Глава администрации Гвардейского тоже пришел на собрание, чтобы выразить официальное мнение властей. Если все-таки они не договорятся и не примут решение об оставлении магазина, значит это помещение будет использоваться под социальные нужды. То ли это будет ФАП, то ли это будет банковское отделение, то ли будет еще что-то. Это уже вопрос, посмотрим по ситуации. На сегодняшний момент, если это помещение будет жильцами, будут требовать, чтобы это не было торговля, коммерция и так далее, то соответственно там не будет никакой ни торговли, ни коммерции, ни баров, ни ресторанов. То есть будет социально. Это может быть и кружковая работа какая-то, допустим. Ну то есть вариантов может быть несколько. Несмотря на предложение прийти к общему знаменателю, сделать это без конфликтов не удается. Все тут предприниматели. Сырбор, он происходит уже порядка больше месяца, больше месяца. Это после того, как глава гвардейского поселкового совета принял решение о том, чтобы это помещение сделать под ФАП и под военно-патриотический клуб. И также есть, рядышком находится еще один магазин производителя Скворцова. Тоже, которые в таком же положении и которые, как бы, как сказать, паспортивно на вылет. Хотят сделать это, как бы, наши исполнительные власти и гвардейского поселкового совета. Это я, как бы, расцениваю те жесты, которые они дают ссыл предпринимателям всем. Сам предприниматель старается участвовать в социальных проектах гарнизона. Где-то скамейки поставил, где-то детскую площадку отремонтировал. Поэтому упреки некоторых жильцов дома не понимает. А за свой магазин намерен сражаться и дальше. Для начала собрав честные подписи. Ведь главная задача – обеспечить людей продуктами первой необходимости, которые они могут приобретать рядом со своим домом. Яна Витренюк, Евгений Стариков, Служба новостей ИТВ, Симферопольский район.